Здравствуйте! В эфире город ТЭС и Татьяна Дмитриева. Как рассчитывается налог на имущество организации? Что представляет из себя кадастровая стоимость объектов? Об этом говорим сегодня и в нашей студии заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области Ольга Крикова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Ольга Александровна. Добрый вечер. Хотелось бы сначала сразу подчеркнуть актуальность нашего разговора. Вот в чем она? Что-то изменится с 1 января будущего года? Ну, как обычно, в канун каждого Нового года мы рассказываем своим налогоплательщикам о том, какие изменения их ждут в Новом году, изменения, которые касаются налогообложения. Но вот в этом году как раз самое актуальное, пожалуй, для налогоплательщиков Самарской области это изменения, которые произошли в налогообложении имущества. Я сейчас говорю об имуществе организаций. Дело в том, что с Нового года, с 1 января 2016 года, так называемая коммерческая недвижимость будет облагаться по кадастровой стоимости. Не по балансовой, как это было всегда ранее, а по кадастровой. Собственно говоря, такая система налогообложения, она приближена к мировым практикам. Во многих странах налогообложение осуществляется, как правило, исходя из оценочной, рыночной стоимости объектов. Это позволяет избежать таких ситуаций, когда одинаковые по стоимости, по назначению объекта облагаются по разным правилам налогообложения, по разным ставкам. И даже иногда в отношении одного объекта вообще налог отсутствует, а в отношении другого налогообложение достаточно существенное. Изменения такие, они были налоговым кодексом предусмотрены еще с 1 января 2014 года. То есть еще с 1 января 2014 года налоговый кодекс предоставлял субъектам Российской Федерации право устанавливать такие правила налогообложения. В 2014 году только 4 субъекта перешли на такой порядок. В 2015 году это было уже 24 субъекта. И вот в 2016 году наша область тоже присоединяется к тем, кто уже облагает по кадастровой стоимости свою недвижимость, к этим субъектам Российской Федерации. Вот вы сказали про ставку налога. А что это вообще за понятие ставка? Она может быть разной в разных регионах? Ставка налога это, собственно говоря, тот процент, который применяется к налоговой базе. Значит, налоговой базой у нас для коммерческой недвижимости будет являться кадастровая стоимость. То есть это стоимость, произведенная оценщиками. А налоговая ставка устанавливается субъектом Российской Федерации. В отношении таких объектов она не может превышать 2%. И хочется сказать, что в нашей области в 2016 году ставка будет одной из самых низких. Это будет 0,9%. Значит, вот как я уже сказала, максимальная ставка 2%, а у нас будет 0,9%, даже меньше одного. Ну, для примера могу сказать, что, например, в Республике Татарстан или в Свердловской области в 2016 году такое имущество, которое будет облагаться по кадастровой стоимости, ставка по нему будет 1,5%. В Башкортостане, в Пензенской области это 2%. У нас будет 0,9%. Ну, это ежегодно будет меняться, да, такая ставка? Ну, конечно, предполагается, что в дальнейшем она будет увеличиваться. И на сегодняшний день предполагается, что к 2020 году она составит 2%. Понятно. А по каким объектам недвижимости налоговая база исчисляется, исходя из кадастровой стоимости? Ну, да, конечно, я вот говорю о том, что коммерческая недвижимость. Ну, хочется пояснить, да, нашим налогоплательщикам, слушателям, зрителям о том, что же все-таки это за объекты, которые будут облагаться по кадастровой стоимости. То есть это, безусловно, не вся недвижимость. Это только те объекты, которые относятся к административно-деловым центрам, к торговым центрам и помещениям в них, а также нежилые помещения, которые используются или предназначены для размещения в них офисов, торговых объектов, объектов бытового обслуживания. Можно предположить, что сумма налога в результате вот... И объектов общественного питания. Она возрастет. Это может как-то отразиться... Я понимаю, что это не ваша система, но это может отразиться на потребителях. Допустим, если, вот, исходя из кадастровой стоимости, сумма налога на объект коммерческой деятельности возрастет, это может отразиться на потребителях. Все зависит от того, как каждое юридическое лицо формирует себестоимость своих оказываемых услуг. Мы проводили, в принципе, какой-то анализ, все готовились, в общем-то, к внесению таких изменений. И не могу сказать, что у всех будет рост суммы налога. У некоторых организаций, у многих организаций даже, я бы сказала, будет снижение. Но в целом, в целом, конечно, бюджет области не пострадает. Потому что, когда мы говорим о введении вот такого нового порядка налогообложения, нужно еще говорить о том, что новый этот порядок коснется не только тех, кто всегда платил налог на имущество. Он коснется и тех организаций, которые не платили налог на имущество, потому что были в силу ряда положений налогового кодекса, от него освобождены. Это организации, которые применяют специальные налоговые режимы. Это малые предприятия? Да, это малые предприятия. Но, значит, если эти малые предприятия владеют недвижимостью коммерческой, вот теми видами, о которых я сказала, то они тоже будут плательщиками налога на имущество. Как раз вот этот момент, он и позволяет избежать некоего неравенства. Потому что на самом деле существуют такие факты, когда, ну, если мы будем говорить о торговых центрах, когда торговые центры, в принципе, равные по своей стоимости, равные по площади, облагаются совершенно по-разному. То есть, если собственник торгового центра находится на общем режиме налогообложения, но в силу определенных обстоятельств, то чередители у него юридические лица, да, и численность там у него какая-то большая, то он всегда платил налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объектов. А организация, которая на специальный режим налогообложения применяла, она вообще не платила налог на имущество. И все-таки мы говорим о коммерческой недвижимости, которая приносит определенный доход, имеет свою рентабельность, поэтому налогообложение вот на таких условиях, оно призвано как раз и внести некую справедливость. А как вот этот предприниматель узнает о том, что он теперь должен платить налоги? Только по истечении года получается следующий момент? Нет. Или какой-то существует перечень, может, где можно найти себе? По истечении года это физические лица у нас получают уведомления об уплате налогов. Юридические лица представляют декларации ежеквартально. И, конечно, когда мы говорим о том, как изменилось налогообложение недвижимости, важно говорить не только о том, какие это объекты, важно говорить не только о том, какие это ставки, важно говорить еще о том, что не все объекты будут облагаться. То есть бухгалтеру для того или директору организации для того, чтобы понять, будет ли в 2016 году облагаться принадлежащий им объект по новым правилам, необходимо заглянуть в перечень. Перечень объектов недвижимого имущества, которые будут облагаться по кадастровой стоимости, утверждает у нас в Самарской области Министерство имущественных отношений. Утверждает оно этот перечень ежегодно. На 2016 год перечень утвержден. Утвержден 30 ноября. Перечень этот размещается в сети интернет. Собственно говоря, сейчас его можно найти на сайте самрегион.ру. И заглянув в этот перечень, можно поискать кадастровый номер своего объекта. Если его там нет, то, соответственно, налогообложение в 2016 году будет производиться по старым правилам. А какие критерии для того, чтобы остаться в старых правилах или перетек к новым? Я сразу должна сказать, что налоговые органы, они неуполномочены составлять этот перечень и вообще каким-то образом влиять на внесение в этот перечень тех или иных кадастровых номеров. Критерии установлены налоговым кодексом, критерии объектов недвижимости, которые должны попасть в этот перечень. И самым главным критерием является то, что площадь анализируемого объекта должна использоваться для целей, как я уже говорила, офисов, торгового назначения, бытового обслуживания, общественного питания. Для этих целей должно использоваться не менее 20% площади. Вот в соответствии с соблюдением этих критериев Министерство имущественных отношений составляет этот перечень. Вот вы сказали, что не обязательно будут суммы больше в связи с исчислением от кадастровой стоимости. А вообще, что это значит? Особенно первый год, когда ставка будет 0,9. А что тогда будет меняться, если не больше, не меньше? Вот эта кадастровая стоимость, что она меняет? Исчисление от кадастровой стоимости суммы налога? Это для чего вообще делать? Ну, как я уже сказала, это делается для того, чтобы внести некую справедливость в налогообложение. Ну, сразу хочу сказать, надо, наверное, рассказать о том, как производилось налогообложение до этого. Налогообложение налогом на имущество, налог на имущество у нас утвержден в стране, появился еще в 1992 году, и всегда облагалось налогом на имущество в отношении недвижимости, во всяком случае, остаточную стоимость. Остаточную стоимость объекта, то есть это балансовая стоимость, стоимость капитальных вложений, у которого уменьшалась на сумму амортизации. Ну, и надо сказать, конечно, что те объекты, в которые больших капитальных вложений требовали, у них, соответственно, и сумма налога была больше. Тех, у которых капитальные вложения были меньше, там сумма налога была поменьше. Но при этом каждый год, значит, эта балансовая стоимость, она уменьшалась на сумму амортизации. И, соответственно, уменьшался и налог. Кроме того, ну, существует много других моментов, когда заявлялись льготы по объектам, или организации переходили на, или сразу применяли специальный налоговый режим, и вообще имущество не облагалось. Все-таки у нас в налогообложении должен преобладать принцип равенства, да, и какого-то, и всеобщности налогообложения. Тем более, что мы говорим о недвижимом имуществе, недвижимом имуществе, именно о коммерческом имуществе, которое находится на территории Российской Федерации, приносит доход своим владельцам. Вот, и изменение, такой порядок изменения в налогообложении, он как раз должен привести к тому, что будет справедливым. Ну, будем на это надеяться, а что делать? Будет, первоопределяющим будет именно оценочная стоимость, которая не будет уменьшаться. Вот еще к вопросу о справедливости. Что делать, если у объекта сразу несколько собственников? Бывает такое в бизнесе, что не один, а несколько. Вот как будет распределяться налог? Ну, если это долевая собственность, да, то... Исчисление как бы. Исчисление долевой собственности у юридических лиц, мы говорим, то, конечно, соразмерна доля. Если же мы говорим, например, о торговом центре, в котором помещениями владеют несколько юридических лиц, то эти юридические лица будут исчислять налог, исходя из кадастровой стоимости с принадлежащей им площади и жилых помещений. Понятно. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, у нас еще есть время. Павел интересуется, пока я не завершил строительство дома, будет ли он уже облагаться налогом? Ну, мы сегодня говорим о налогообложении организаций, а вопрос зритель задал по налогообложению как объекта, который принадлежит ему как физическому лицу. Но все равно я должна сказать о том, что если незавершенное строительство на кадастровый учет поставлено и кадастровая оценка произведена, то да, он тоже будет облагаться. Потому что у нас с 2015 года в налогообложении физических лиц тоже произошли большие изменения, и объекты незавершенного строительства теперь тоже являются облагаемыми, но только в том случае, если по ним произведена кадастровая оценка. А если предприниматель строит объекты для ведения бизнеса, он тоже будет? Если мы говорим про индивидуальных предпринимателей, то индивидуальные предприниматели в отношении по имущественным налогам будут облагаться так же, как физические лица. Их объекты будут облагаться, как у физических лиц. То есть индивидуальные предприниматели тоже будут получать налоговые уведомления. Теперь им не нужно будет сдавать декларации. Декларации представляют только юридические лица. Следующий вопрос. Хочу подключиться к личному кабинету. И есть вопрос к налоговой. До какого срока нужно подать декларацию? Официально с сентября этого года я занимаюсь репетиторством. Чтобы не откладывать это на следующий год, планирую посетить налоговую. Будет ли работать она 31 числа? Или можно записаться на прием заранее, Виолетта Сергеевна? Я знаю, что у нас есть ролик. Сразу очень много вопросов. Но я так понимаю, что она, наверное, индивидуальный предприниматель. Если репетиторством занимается, это как? Так вот сложно из вопроса сделать вывод. Значит, она хочет это как-то задекларировать. Если она является индивидуальным предпринимателем, то срок представления декларации для нее за 2015 год будет не позднее 30 апреля 2016 года. Уплатить она его должна не позднее 15 июля 2016 года. Уплатить налог, который будет подлежать уплате. Что касается записи, возможности записаться на онлайн прием, вернее, записаться в режиме онлайн на прием налоговую инспекцию, то нужно зайти на официальный сайт наш, на налог.ру, найти ту инспекцию, в которую на прием хочет записаться. Индивидуальный предприниматель. Найти там сервис онлайн, запись. И в соответствии с тем, какие дни будут свободны, запись начинается за 14 дней до предполагаемого приема. И там все можно выяснить. Да, и там можно записаться. Нет, она запишется, а потом она придет на прием. Что касается режима работы предновогоднего, 31 декабря, как и у всех, у нас тоже предпраздничный день у работников налоговых органов. Станет сокращенно? Да, он будет немного сокращен. Мы будем принимать граждан до 17 часов 31 декабря. А вообще до 31 декабря в этом году нужно что-то успеть сделать? Ну, это все зависит от того, какие цели у физических лиц, у юридических лиц. До конца года, вот обязательно, а потом пойдут штрафы, пения и так далее. Или нет? Налоговая отчетность, на представление налоговой отчетности после окончания года дается очень большой промежуток времени. И юридическим лицам. Поэтому торопиться, например, 31 приходите. В зависимости от того, какой налог. Если налогоплательщик хочет перейти на... Изменить систему налогообложения, например, перейти с общей системы налогообложения на специальный налоговый режим, на упрощенную систему налогообложения, то это, да, нужно успеть сделать до 31 декабря. Понятно. Но это один из немногих таких ограничений, одно из немногих ограничений, которые нужно до 31 декабря успеть. Следующий вопрос. Если в жилом помещении жилая квартира, но там занимаются предпринимательством, как они платят налоги? Раиса интересуется. Ну, вообще, в жилых помещениях предпринимательская деятельность запрещена. Жилые помещения нужно переводить в нежилые помещения. И поэтому жилые помещения, если они имеют статус жилого помещения, то и налогообложение будет по ним производиться, как в отношении жилого помещения. Но в соответствии с гражданским кодексом, это уже не компетенция налоговых органов, а другие органы должны заниматься тем, почему в жилых помещениях занимаются предпринимательской деятельностью те или иные лица. И, конечно, если помещение не переведено в разряд нежилого, то там... Запрещено, собственно. Да. Ну, нельзя такого делать. Следующий вопрос. Я пенсионерка, у меня дача, и я имею право на льготу по налогу на земельный участок. Какое? Вот уточнить, может быть, чуть... Ну, я напомню телезрителям, что вы специализируетесь по юридическим. Ну, конечно, но очень многим телезрителям, наверное, сложно делать различия между налогообложением физических лиц и юридических лиц, да, особенно тем, кто далек от этого. Поэтому, ну, раз вопросы поступают, насколько могу, конечно, я отвечу. Все, что касается земельного налога, земельный налог у нас относится к категории местных налогов, и все льготы, ставки по земельному налогу устанавливают органы местной власти. То есть, в зависимости от того, на территории какого муниципалитета находится земельный участок, собственно говоря, те правила, которые установлены на этой территории, и применяются к налогообложению. Если льгота для пенсионеров установлена, предоставлена, то есть эта льгота. Ну, есть у нас и такие муниципальные районы, где льгот для пенсионеров нет. А вот эту информацию узнать где можно? Вообще на сайте, на нашем, эта информация есть. Ну, можно, наверное, пенсионерам тяжело, все-таки сложновато, да, пользоваться интернет-ресурсами. Можно просто позвонить в налоговую инспекцию и уточнить, предоставляется ли льгота на земельный участок, который находится в таком-то поселении. Кстати, во время нашего эфира выходит единый телефон-контакт-центра Федеральной налоговой службы. Вы можете, наверное, и туда позвонить тоже, наверное, можно. Как-то какую-то информацию получить. Ну, да, можно и туда, конечно. Ну, и хочу сказать, что 31 декабря контакт-центр тоже будет работать до 17 часов. На всякий случай. Так, Александр интересуется. Я заплатил налог имущественный 8 декабря, и там написано, что платеж проходит в течение 14 дней. Сегодня 28-е, зашел в личный кабинет в налоговой и увидел, что платеж не прошел. А что, пени уже пошли? Ну, уважаемые телезрители, я хочу всем вам сказать, что если вот у кого-то такая ситуация сложилась, сейчас Федеральная налоговая служба реализует очень большой проект. Очень большой проект по внедрению очень глобальной информационной системы. Поэтому, вот, к сожалению, до 1 января производятся технические работы, и не все платежи, которые вы произвели вот в течение последнего месяца, вы сможете увидеть в своем личном кабинете. Бояться этого не нужно, пугаться не нужно. После Нового года все будет в порядке, и все вы увидите свои платежи на месте, и ничего страшного не произойдет, никаких пеней вам не начислят. А если вдруг вы не увидите, тогда вот существует такой прекрасный ролик, как найти адрес вашей инспекции и записаться на прием. Давайте его все-таки посмотрим и продолжим разговор. Субтитры создавал DimaTorzok то можете воспользоваться сервисом «Узнать информацию об инспекции по адресу вашей прописки». Сервис позволяет либо ввести код инспекции, либо найти ее по адресу. Оставляйте код инспекции пустым и нажимайте кнопку «Далее». Выберите свой регион, например, Калужская область. Теперь выберите район, например, Жуковский. И, наконец, выберите свой город. Если вы живете в городе федерального значения, Санкт-Петербурге или Москве, например, на улице строителей, выберите в качестве региона свой город. Пропустите район, город, населенный пункт и начните вводить название улицы. Система поможет найти ее. На следующей странице вы увидите всю необходимую информацию об инспекции, платежные реквизиты, сведения об органах государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если вы хотите посетить инспекцию в удобное время, запишитесь на сайте. Ознакомьтесь с подробной информацией и заполните контактную информацию о себе, выберите регион и инспекцию и вид услуги, укажите дату и время. Вы можете записаться на свободное время в течение двух недель, начиная со следующего дня. Затем подтвердите свою заявку. Вы получите письмо с подробной инструкцией по электронной почте. Когда вы придете в инспекцию, введите код в терминал системы управления очередью или обратитесь к администратору зала. Мы ждем вас! Пока шел ролик, поступил еще один вопрос от Станислава Сергеевича, который хочет попасть к вам на прием. Возможно ли это? Ну, конечно. У меня, так же, как и у всех заместителей, руководителей управления, существуют приемные дни. Мои приемные дни – это второй и четвертый четверг каждого месяца с 15 до 17 часов. Но в этот Новый год, предновогодний день 31, этого четверга, вы будете работать до 5. Да. Но можно прийти в любом случае. Можно записаться и прийти. Следующий вопрос – как задекларировать свое имущество за рубежом? И нужно ли это делать здесь? То есть вопрос о том, как декларируется имущество физического лица, которое находится за пределами Российской Федерации. Ну, в рамках реализации антиофшорного законодательства, о котором очень много говорится и говорилось, и продолжаем говорить на всех уровнях. Действительно, в 2015 году налогоплательщикам, собственникам имущества, которые находятся за пределами Российской Федерации, предоставлено было право задекларировать свое имущество, счета в банках, да, денежные средства, которые находятся на счетах. И право это было ограничено 31 декабря 2015 года. И, наверное, многие слышали, да, в послании президента, президент сказал о том, что нужно продлить это право. Буквально 25 декабря Совет Федерации, Российская Федерация одобрил увеличение срока декларирования. Ну, как я уже сказала, речь идет о декларировании имущества, которое находится за пределами Российской Федерации, и денежных средств на счетах в иностранных банках. Значит, декларирование это производится путем предоставления специальной декларации. На сайте ФНС тоже можно найти раздел, как заполнить эту декларацию. Декларация предоставляется либо в налоговый орган по месту жительства, либо непосредственно в центральный аппарат Федеральной налоговой службы. Предоставляется лично, либо доверенным лицом, но доверенность должна быть обязательно нотариальная. Предоставляется один раз эта декларация. Право представления повторной декларации отсутствует. То есть единственный случай, когда можно повторно представить, это если в первый раз декларацию не приняли. Вообще цель вот этой кампании по декларированию своего имущества, она преследует защиту имущественных интересов граждан Российской Федерации за рубежом. И как бы она также имеет цель все-таки привлечь физических лиц к добросовестному исполнению своих обязанностей, налоговых в том числе. Но при этом имеется, конечно, ряд преимуществ. Прежде всего, нужно говорить о защите сведений, потому что сведений без разрешения декларанта нельзя будет предоставлять ни одному даже государственному органу. Сведения нельзя будет использовать в рамках никаких мероприятий налогового контроля. И налогоплательщики, те, которые представят эти декларации, они освобождаются от административной, от уголовной ответственности, которая может быть связана с приобретением даже этого имущества. Но сделать это можно будет уже не до 31 декабря, а до 30 июня 2016 года. Ну, во всяком случае, президент Российской Федерации еще не подписал закон, но Совет Федерации уже одобрил, поэтому это дело буквально в считанных дней. Наталья, я не оплатила вовремя транспортный налог, потеряла уведомление, собираюсь уехать в Италию. Если есть такой небольшой долг, что делать? Выпустят ли меня за рубеж? А такой... Ну, вот один транспортный налог. Один транспортный налог. Ну, действительно, существует такая практика, когда налоговые органы, передавая судебным приставам заявление о взыскании суммы задолженности в размере свыше 10 тысяч рублей, одновременно ходатайствуют о наложении судебными приставами ограничений на выезд за пределы Российской Федерации. Ну, к слову сказать, за 2015 год таких ходатайств было отправлено с порядка 10 тысяч. Если возникла такая ситуация, что документы, подтверждающие уплату, утеряны, а в налоговой базе, хотя это, в общем-то, маловероятно, в налоговой базе отсутствует сведения об уплате налога каким-то физическим лицом... А, здесь же речь идет о том, что она утеряла уведомление и не заплатила. Тогда в таком случае нужно ей обратиться в налоговый орган по месту жительства, ей распечатают еще раз уведомление, нужно его сходить, оплатить, обратиться в отдел судебных приставов территориальный для того, чтобы пристав произвел определенные мероприятия в отношении исполнительного производства. То есть нужно заплатить и сходить к судебным приставам. И, так, в принципе, у нас остается минутка. Вот хотелось бы от вас услышать самое главное, что вы хотите сообщить налогоплательщикам в завершении этого года и практически... Нет, ну, конечно, самое главное, что мы всегда хотим сказать нашим налогоплательщикам, это то, чтобы они вовремя и в полном объеме исполняли свои налоговые обязательства. Буквально сегодня мы в управлении подводили, ну, еще не окончательно, конечно, но тем не менее предварительные итоги, и отметили все, что налогоплательщики, физические лица в этом году более добросовестно оплачивали транспортный налог и налог на имущество. И, безусловно, наверняка в этом и заслуга и ваша, как средств массовой информации, в том, что наши налогоплательщики стали более информированными, добросовестными. Да, до свидания, всего хорошего. Прощаюсь с вами, всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова